Добрый день! Мы открываем нашу сессию Михаил Яблоков, руководитель службы пресейл компании Клинкман, со своей презентацией «Обзор портфолио АВЕВА для инфраструктурных проектов». Михаил? Здравствуйте, коллеги! Я рад вас всех приветствовать на нашем потоке, посвященном инфраструктуре. Меня зовут Михаил Яблоков, я представляю группу пресейл компании Клинкман. И, как верно подметил Алексей, действительно, АВЕВА — это не только производственные решения, не только решения для производства, горной добычи, нефтегаза, это еще и инфраструктурные решения. И именно обзор этих решений я хотел бы сегодня вам здесь представить. Стоит отметить, что инфраструктура — это одна из важных, действительно, движущих сил, движущих факторов любой экономики. Любое государство, любое предприятие должно уметь правильно перемещать свои товары, свои услуги от производителя к потребителю. Мы должны уметь эффективно перемещать большое количество людей и, главное, делать это безопасно. Ну и, конечно же, должны обеспечивать всеми необходимыми энергоресурсами — это электричество, вода и водоотведение. Какие же современные вызовы встречаются в отрасли инфраструктуры? Ну, в первую очередь, конечно же, это растущая урбанизация. Дело в том, что за последние 20 лет во всем мире процент городского населения увеличился с порядка 43% до 57%. То есть достаточно сильный рост урбанизации. И в России эта цифра достигает 75% жителей, то есть 75% всего населения страны живут в городах. Почему это важно для инфраструктурных проектов? Все дело в том, что это создает высокую концентрацию людей, скажем, в городских кварталах или в объектах транспортной инфраструктуры. Далее, следующий фактор — это ожидания. Для того, чтобы оставаться конкурентами, нам мало удовлетворять текущим ожиданиям пользователей, прощения, горожан и теми, кто присутствует, кто пользуется объектами инфраструктуры. Мы должны уметь превосходить эти ожидания. Недавно компания Дом.РФ совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения провела небольшое исследование, где было доказано, что современные информатизированные системы — это третий по популярности критерий выбора современного жилья в Москве. Речь идет о таких системах, как система подключения к камерам видеонаблюдения жилкомплексов, как система автоматического учета электроресурсов, водоснабжения и так далее. Конечно же, требования. Если мы говорим с вами о росте количества людей в рамках одного городского квартала или целого города, то мы должны обеспечить безопасное нахождение людей, большого количества их в одном месте. И, конечно же, все государственные регуляторы, как в России, так и за рубежом, выпускают все более строгие требования, все более строгие нормативно-правовые акты. Недалеко с 1 сентября вступили в Россию поправки в Городостроительный кодекс, и все современные проекты должны уже отвечать этим поправкам. В том числе, там есть раздел, посвященный компьютеризированным системам обслуживания зданий и его эксплуатации. Ну и как следствие предыдущих трех факторов, это, конечно же, рост стоимости. Под этим понятием скрывается еще целая группа факторов. Это и рост стоимости проекта, связанный с увеличением стоимости материалов, связанным с увеличением стоимости рабочей силы, потому что проекты становятся более сложными, более информационно насыщенными. И, конечно же, это требует большего количества высококвалифицированных профессионалов, которые, будем говорить прямо, стоят денег, и так или иначе это сказывается на стоимости проекта. Как я уже говорил, АВЕВА работает не только в отрасли производства, но в том числе и представлена в отрасли инфраструктурных проектов. И здесь я хотел бы поговорить о тех группах пользователей, которые уже на протяжении большого времени пользуются системами от АВЕВА для управления своими зданиями, сооружениями и иными технологическими помещениями. Так, например, университеты и кампусы. Университет города Страсбург использует решение АВЕВА для управления целым кампусом. То есть это множество зданий, единая система диспетчеризации в части электроснабжения, водоснабжения, работы вертикального транспорта и тому подобные системы. Конечно же, ЦОДы, Центр обработки данных, это очень популярная, очень быстро развивающая сейчас отрасль как за рубежом, так и в России. И я с гордостью могу отметить, что крупнейшие коммерческие ЦОДы Российской Федерации используют решение от АВЕВА для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу своего оборудования и дать своим заказчикам высокую доступность системы и полный функционал, и ее стабильность. Конечно же, больницы и клиники. На текущий момент больницы за рубежом, например, современный госпиталь в городе Орлеан, доверяет здоровье своих зданий, здоровье своих помещений решением от АВЕВА, тем самым высвобождая мысли персонала о действительно важных вещах, таких как здоровье их пациентов. В части аэропортов и иных объектов транспортной инфраструктуры. Два крупнейших аэропорта в России используют решение от АВЕВА для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение различных пассажиров в своих помещениях. Ну и помимо аэропортов, это крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры, такие как железнодорожные станции и автомобильные туннели и автотрассы. Водоканалы. АВЕВА имеет встроенные решения, встроенные шаблоны для работы с системами водоочистки, водоотведения. И даже в России два городских водоканала, крупные города, используют решение от АВЕВА для того, чтобы обеспечить население этих городов свежей водой и безопасным водоотведением, с минимальным количеством абарий. И, конечно же, многие другие производства. Многие компании из рынка производства товаров потребительского спроса, пищевой промышленности и иных отраслей промышленности используют решения от АВЕВА не только для управления своим технологическим процессом, но и для управления и мониторинга состояния своих зданий, цехов и офисов. В чем же уникальность нашего подхода и что же мы предлагаем для инфраструктурных проектов? Ну, в первую очередь, это наши библиотеки визуализации. В первую очередь, компания АВЕВА достаточно давно проповедует подход ситуационного восприятия. Это подход к визуализации данных, который обеспечивает грамотное восприятие оператором большого количества информации. Все системы становятся все более информационно насыщенными. Это повышает количество информации, которое необходимо контролировать оператору. И подход к ситуационному восприятию направлен как раз таки на то, чтобы оператор быстро и качественно воспринимал информацию и умел реагировать на нештатные ситуации. Конечно же, управление энергоресурсами. Мы имеем большое количество коннекторов к различным производственным оборудованию, счетчикам, системам электротеплоучета. И все это позволяет нам принимать данные об обеспечении энергоресурсов, об их потреблении и выводить пользователей как в виде дашбордов, так и в виде отчетов, в том числе с возможностью автоматической генерации. Сравнительно новое направление, которое появилось порядка пяти лет назад, это системы предиктивной аналитики и мобильные обходчики. Системы предиктивной аналитики помогают выявлять поломки еще до того момента, как они случатся. Например, это могут быть различные турбины на электростанциях, это могут быть дизель-генераторы, это могут быть обычные генераторы, стоящие, скажем, на ветровых электростанциях. И, конечно же, автоматические системы, системы автоматизации процедур обходов, которые помогут сделать процесс обхода, контроля каких-либо параметров мобильными бригадами более прозрачным и гарантировать полностью его исполнение и дальнейшую аналитику. Когда мы говорим об инфраструктуре, нам становится недостаточно простых мемосхем, которые мы привыкли видеть в классическом производстве. Именно здесь на помощь приходят наши модули для 3D-визуализации объектов инфраструктуры и для интеграции BIM-моделей, информационных моделей здания. Мы имеем как собственные решения от компании Aveva, так и решения от наших партнеров, компании G-Size, которые, в частности, сегодня будут присутствовать и расскажут вам более подробно о своих решениях. Интеграция 3D-моделей и информационных моделей позволяет оператору точно понять, как оборудование физически расположено на объекте, даже если оно расположено в многих километрах от его диспетчерской. И также это помогает скоординировать удаленному оператору мобильные бригады, которые разрешают поломки или какие-либо проблемы с оборудованием здания. Очень важный показатель, о котором все больше мы говорим, это экология и здоровье пользователей. Так, решения от Aveva имеют коннекторы к различным системам экологического контроля, системам контроля углеродного следа и тому подобным вещам, и позволяют вводить эту информацию в единые диспетчерские и настраивать правила реагирования. То есть при превышении показателей, скажем, загазованности в одном районе могут быть составлены предупреждения или же составлены задания на выезд мобильной бригады, которая уже более детально проверит качество воздуха. Ну и, конечно же, большое количество коннекторов и возможность собирать эти данные, она была бы бесполезна, если бы мы не умели эти данные показывать. Компания Aveva накопила огромный опыт по агрегации данных, по их аналитике. Это могут быть как локальные архивы, это могут быть так и облачные решения, в том числе с службой непредективной аналитики. Все в совокупности дает вам доступ к этим данным из любого места и с любого устройства. Далее я хотел бы переключиться на те функциональные модули, которые мы имеем и те решения в виде продуктов, которые мы можем предложить для рынка инфраструктуры. Ну и в первую очередь это наши самые популярные и известные продукты, продукты из области HMI и диспетчеризации, или SCADA-системы. Это всем хорошо известные продукты, такие как Aveva InTouch HMI, Aveva System Platform, Sitex SCADA, который с недавнего времени называется Aveva Plant SCADA, ну и, конечно же, Aveva Edge, который вы ранее могли слышать как Indosoft Web Studio. Очень важный момент, о котором мы говорим последние два года, что все продукты, которые я сейчас перечислил, все наше портфолио визуализации, имеют единую библиотеку, что позволяет вам нарисовать все мнимосхемы, отобразить активы и в дальнейшем пользоваться этой наработанной библиотекой вне зависимости от того продукта, который вы берете под конкретный проект. Графика одинаково хорошо будет выглядеть и на сравнительно небольшом Aveva Edge, и на крупной системе диспетчеризации вроде System Platform. Также очень важно отметить, что все наши решения по визуализации имеют отдельные модули для удаленного доступа через веб. Это могут быть различные мобильные телефоны, планшеты или любое другое устройство, где есть веб-браузер. И что важно здесь отметить, что все эти решения шифруют свой трафик и делают удаленное общение с системами диспетчеризации безопасным и защищенным от внешних угроз. Ну и важная вещь — это, конечно же, ведение контроля журнала безопасности. Все наше портфолио по визуализации данных умеет записывать и логировать все действия пользователей, записывая, когда, что, кто делал, что в дальнейшем помогает проводить разбор полетов и разбирать, как операторы реагировали на те или иные нештатные ситуации. Важная вещь, когда мы говорим о любых BMS-системах, это интеграция карт и интеграция BIM-моделей. Мы имеем отдельные модули, которые позволяют нам отображать активы на карте, причем это могут быть как карты любых внешних поставщиков, таких как Google Maps, OpenStreetMaps и так далее. Но и также это могут быть ваши собственные серверы карт, которые вы создаете на основе векторных или растровых изображений. Любая карта была бы бессмысленна, если бы мы не умели отображать на ней активы. Конечно же, наше ПО позволяет связывать все активы, будь то насосы, электродвигатели, привода, датчики, с их реальным расположением на картах, и оператор, выбирая тот или иной актив, видит сразу ту область, где этот актив расположен. Ну и, конечно же, возможность наложения различных слоев и маркеров. Например, вы можете на одну карту выводить работу уличного освещения, контроль датчиков загазованности, умные парковки, вывоз мусора, и выводить это все либо сразу на карты, либо включать или отключать интересующие вас слои. В части работы с BIM-моделями мы имеем два направления. Первая часть модулей направлена на администрирование этих файлов, то есть это изменение свойств объектов, включение или отключение слоев в этих объектах. И второй модуль направлен на непосредственно визуализацию этих данных оператору, то есть интеграция BIM-моделей в рабочий интерфейс оператора, в том числе с контекстной связью между теми действиями, которые оператор выбирает в других элементах ската системы. Например, если оператор в меню выбирает насос скважины номер один, то система автоматически переключает карту на расположение этой скважины и автоматически включает нужную 3D-модель, где оператор может посмотреть, как она устроена и какие элементы входят в этот актив. В часть работы с BIM-моделями и 3D-визуализацией повторюсь, что мы имеем как собственные решения от компании Aveva, так и решения от нашего партнера, компании Geesize, которая сегодня, чуть позже, в нашем потоке представит это решение более подробно. Одна из важных особенностей систем BMS — это специфичные протоколы. Здесь нам недостаточно использования простого MadBus или OPC. Здесь наиболее частые протоколы — это протоколы BACnet, это протоколы LON и протоколы группы MAC. И важно, что мы не только умеем интегрироваться с этим оборудованием, но мы и работаем с определенными фишечками каждого из этих протоколов. Например, если мы говорим о протоколе BACnet, то мы умеем воспринимать те алармы и события, которые существуют в BACnet-сети, которые называются BACnet Alarms and Events. Мы умеем их интегрировать и показывать оператору в общем списке. То есть это та ситуация, когда все события, все алармы происходят на уровне контроллеров, а не на уровне скада системы. Ну и, конечно же, возможность выгрузки архивной информации, которую копят сами контроллеры, так называемые BACnet Trends. Мы умеем эту информацию забирать из контроллеров и складывать наш архив в Historian, и эти данные становятся доступными всех пользователям системы наряду с данными других источников. И третий момент, который всегда присутствует в PMS-системах, это возможность включать или отключать оборудование или подсистемы по календарному расписанию, так называемые объекты расписания или shaddlers. Все наши системы поддерживают работу по расписаниям, которые позволяют вам управлять любыми элементами инфраструктуры по календарному расписанию либо в привязке ко времени суток. Еще одно направление нашей деятельности в области инфраструктуры — это современное веяние, это автоматизация бизнес-логики и автоматизация стандартных операционных процедур. Мы здесь говорим о продукте, который ранее вы слышали как Scelta BPM, современное название Aviva Work Tasks. В общем-то, этот продукт позволяет вам оцифровать бизнес-правила, то есть правила взаимодействия систем друг с другом, систем с людьми и людей друг с другом. Например, это может быть использовано для создания обходных и чек-листов, то есть четкой последовательности действий, которые оператор должен выполнить перед тем, как приступит к определенной работе. Эти продукты можно решать для создания правил автоматической и автоматизированной реакции на нештатные ситуации. Например, если на вашем цеху происходит какая-то нештатная ситуация, то система может автоматически сгенерировать заявку, скажем, пожарной бригаде или медбригаде, с указанием точного места происшествия, его времени и тем, какие действия необходимо принять. Следующее направление, для которого используется система управления бизнес-логикой, это создание электронных справочников систем, то есть электронных баз данных, где находится информация о всем используемом вами оборудовании, о том, какие рабочие процедуры необходимо сделать с ним для того, чтобы обслуживать, о том, какое количество запасных частей необходимо на каждое обслуживание и сколько этих запчастей у вас в наличии. То есть, по сути, это функционал легкой ТАИР-системы для инфраструктуры. Ну и следующая возможность, целевое применение, которое же используется, это создание так называемых маршрутных карт или заданий на работу для мобильных бригад. Например, опять же, в случае, если у вас выходит из строя камера видеонаблюдения, то оператор может отметить это через систему WorkTasks и соответствующая заявка автоматически будет направлена к службе по ремонту видеотехники. А в части систем построения отчетов стоит отметить, что как сами продукты, такие как сайт-экскады, такие как System Platform могут строить автоматом легкие отчеты, но и также мы имеем отдельную систему отчетности, которую ранее вы слышали как Dream Reports, нынешнее название Aviva Reports for Operations. В общем-то, это та система, которая позволяет вам автоматически генерировать отчеты, скажем, по средним расходам по потреблению электроэнергии, в том числе с привязкой к тарифным правилам, скажем, день, ночь и тому подобное. Эти отчеты могут генерироваться как автоматические при наступлении некого события, например, аварийного события. Эти отчеты могут быть генерированы по запросу пользователей, либо они могут генерироваться в привязке к расписанию. То есть, например, вы хотите каждую неделю получать среднее потребление электроэнергии за, соответственно, последнюю неделю. Стоит отметить, что все отчеты существуют либо в виде документов, таких как PDF, Excel, либо Word. Также эти отчеты могут быть в виде веб-дашбордов, то есть условных веб-серверов, которые всегда вам показывают актуальную информацию. Ну и, конечно же, эти отчеты могут автоматически рассылаться заинтересованным лицам при наступлении, скажем, аварийных событий, либо по запросу пользователей. Если ранее я вам говорил о модулях, об отдельных продуктах, то следующая часть моей презентации будет посвящена комплексному подходу автоматизации инфраструктурных проектов, который называется Avevo Unified Operation Center. Это крупные диспетчерские системы, которые охватывают весь город, весь городской квартал, либо все предприятие целиком. Данные системы нужны для того, чтобы объединить множество разрозненных подсистем автоматизации в единую диспетчерскую. Это как раз-таки то, о чем в предыдущей сессии на главном потоке говорила Дидия Каля. Это создание интерфейсов одного окна, куда стекаются данные со множества подсистем, для того, чтобы оператор видел картину целостно и не переключался между различными подсистемами, скажем, между SCADA системы и между системой ERP. Подход системы систем — это тот подход, который использует Avevo Unified Operation Center. По сути, это своего рода операционная система либо города, либо операционная система ЦОДА или отдельного квартала. То есть это та система, через которую вы общаетесь со всеми различными функциями и подсистемами вашего объекта. В Avevo Unified Operation Center могут быть выведены BIM-модели, 2D, 3D-схемы и документация, например, в виде инженерной документации. В эти подсистемы могут быть выведены классические для SCADA систем данные, такие как мнемосхемы, такие как архивы и алармы. Также существует возможность интегрировать финансовые системы, то есть, например, система ERP или система коммерческого транспорта. То есть вы всегда можете видеть, сколько, допустим, было продано билетов на фуникулер, который следует из одной точки вашего квартала в другую. Ну и, конечно же, интеграция со сторонними сервисами, такие как службы погоды, службы экологии и взаимодействия, в том числе, с соседями. То есть это либо с государственными службами, такими как МЧС, такими как электросбытовые организации. При этом важно понимать, что если мы информацию софта подсистем выданим оператору в едином окне, то, скорее всего, он не сможет корректно это все воспринимать. Именно поэтому мы используем иерархический подход к отображению. То есть основные экраны — это экраны иерархии, которые охватывают целиком весь управляемый объект, будь то город, будь то отдельный квартал, здание или ЦОД. Так называемый экран overview или экран обзора, где вы видите основные производственные метрики. Например, среднее потребление электричества, среднее потребление воды и тому подобные вещи. И далее несколько уровней, которые позволяют вам проваливаться уже в более детальные системы. Например, провалиться в подсистему вентиляции и далее уже провалиться еще ниже и открыть конкретную винту установку. То есть таким образом, с одной стороны, мы позволяем оператору делать обзор и смотреть на картину целиком, но с другой стороны, у него всегда остается возможность провалиться на самую низкую точку, до практически уровня 1 пирамиды ИСА-95, и посмотреть то, как работают непосредственно активы. Важно отметить, что подход системы систем — это не только операционные технологии, но это еще и связь с миром IT. Существующие реалии — то, что облачные системы будут внедряться активно в нашу жизнь, и, конечно же, мы имеем выход в эти облачные системы. Например, мы имеем различные коннекторы к платформе Microsoft Azure. Это целый мир различных приложений для управления бизнес-правилами, для работы с документами, для аналитики информации. Мы умеем с этим миром общаться, мы умеем отправлять туда данные, мы умеем их оттуда получать. Стоит отметить, что подход Unified Operation Center в части инфраструктуры имеет три так называемых шаблона, то есть он вендором создан для трех различных направлений на текущий момент. В первую очередь, это, конечно же, Smart City. То есть это шаблоны на взаимодействие с всеми службами города, и об этом чуть позже нам расскажут наши коллеги из Индии. То есть это взаимодействие с системой уличного освещения, с системой управления дорожным трафиком и светофорами, с системой полива, с системой вертикального транспорта в подземных и надземных переходах и тому подобные вещи. То есть это шаблоны для общегородских систем. Второе направление, которое мы здесь представляем, это Unified Operation Center for Data Centers для ЦОДов. То есть здесь преимущественно различные шаблоны, которые направлены на взаимодействие с типовыми службами центра обработки данных, таких как система управления инфраструктурой центра, система климатического оборудования, система контроля доступа, система инвентаризации и так далее. Ну и третий, наконец-то, набор шаблонов, который присутствует в Aviva Unified Operation Center. Это шаблоны для систем водоотведения, водоподготовки и водоочистки. То есть это набор шаблонов, которые закрывают различные активы по распределению водных ресурсов, по управлению, скажем, системами защиты от наводнений, по контролю стоков и подобные задачи. Ну и, наконец-то, с точки зрения лицензирования, с точки зрения коммерческой модели, Aviva Unified Operation Center делится на две группы лицензий. Первая группа лицензий называется Aviva Operations Control. Это единая позиция, которая закрывает все само программное обеспечение. Она покрывает как серверную часть, так и клиентскую часть. И, конечно же, важно отметить, что эта позиция не имеет ограничений по точкам водовывода, по тегам архивов и так далее. Единственная градация, которая здесь присутствует, это разделение по количеству пользователей. И вторая коммерческая позиция, которая здесь есть, это Aviva Yoak Template. Это те самые шаблоны, о которых я говорил на предыдущих слайдах. На этом, коллеги, у меня все. Остается несколько минут для вопросов. Пожалуйста, давайте их, я всегда готов на них ответить. Спасибо. 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 Прошу режиссера вывести у вас на экран оценки. Оценка первая. Да, для меня выступление было, информация была новой. У меня еще остались вопросы. Ничего нового разбираюсь в этой теме. Спасибо было блестяще, вопросов не осталось. И пока вы оцениваете выступление Михаила, я озвучу вопрос, который был у нас в чате. Алексей, это от резервирования системной платформы. А вопрос, может быть, касается не только инфраструктуры, а вообще всех проектов FunderWare. Какие есть способы резервирования системной платформы в наших решениях? Да, спасибо, Алексей. Конечно же, системная платформа, как система, направленная на крупные и критические системы, имеет свои модули для резервирования. В первую очередь, это горящее резервирование рантайм-части. Достигается это путем парной работы так называемых обработчиков, Application Engines. Ну и, конечно же, резервирование на уровне архивов. То есть архив Aviva Historian может быть исполнен в резервированном исполнении, которое называется Aviva Historian Redundant. Ну и также стоит отметить, что в последнем релизе, который вышел буквально месяц назад, вендор добавил новую технологию теплого резервирования, которая обеспечивает, может быть, чуть меньшее время доступности системы, но при этом значительно экономит аппаратные ресурсы и ресурсы сети. Михаил, спасибо. Ну и напомню, что есть еще резервирование с помощью виртуальных машин. Конечно, да. То есть мы работаем, мы дружим с системами виртуализации, такими как VMware и Hyper-V. И, соответственно, мы успешно работаем на системах резервирования виртуальных машин, будь то Fall Tolerance, Disaster Recovery или High Viability системы, конечно. Спасибо, Михаил. Коллеги, сейчас я попрошу режиссера вывести еще один опрос, о котором говорил Денис. Сейчас у нас есть квизы на некоторые доклады наших участников. И первый квиз называется так. Как называется концепция IVEA для крупных систем диспетчеризации и центров принятия решений? Сейчас у вас на экране появятся варианты ответов. Прошу, пожалуйста, выбирать. Управление по управлению всеми системами. Система систем. Штаб командующего. Панель общего управления. И второй квиз, который тоже высадится на экране. Какое название получила система отчетности Dream Report после присоединения к портфолио AVEA? AVEA Report Management. AVEA Account Management. AVEA Reports for Operations. AVEA Operations for Reports. Выберите ответ, который вам кажется наиболее верным. Результаты квиза. Мы завтра в прямом эфире с утра подведем результаты квиза. Да, еще раз. Коллеги, тем временем, пока отвечаете на вопросы, у нас следующая информация. К сожалению, наши индийские коллеги пока не вышли на связь, поэтому у нас в расписании будет замена. И следующий доклад будет представлять опять Михаил. Это рекомендации по ведению, управлению проектами AVEA с использованием продуктов AVEA с участием компании Klinkman. Как вам лучше стартовать проект, как его лучше вести, какое участие Klinkman может принять в этом проекте, участие наших партнеров для того, чтобы проект был максимально эффективен по срокам, по качеству и по результату. Итак, я попрошу режиссера начать нашу следующую презентацию Михаила. Также сегодня, пока пользуюсь моментом, пока переключается презентация, расскажу, что сегодня нас ждет следующим докладом. Это выступление нашего партнера по проекту Lachta Center в Санкт-Петербурге. Также будет выступление партнера по организации BMS-системы на центрах обработки данных. И выступление испанских коллег, планируется подключение онлайн. И планируется выступление, описание нашего решения, парк ВТБ-арена. Там целый комплекс решений, стадионы и служебные здания, спортивные сооружения. Коллеги, не переключайтесь. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Меня все еще зовут Михаил Яблоков, и я все еще руководитель группы PreSale компании Klinkman. И следующей темой моего доклада, как верно подметил Алексей, будут те вещи, о которых мы хотели бы вам рассказать в части создания, ведения и развития проектов, проектов цифровизации в первую очередь. И первый тезис, с которым я хотел бы начать свою презентацию, свой рассказ. Этот тезис я увидел в исследовании Accenture. И дословно говорит о том, что больше половины, то есть 70% крупных капитальных проектов идут со значительным превышением бюджета, более чем на 30%, и с задержкой в их исполнении более чем на один год. И вы на слайде наверняка увидите знакомый вам всем силуэт оперного театра в Сиднее. И я стоял вам неспроста, хоть проект и не очень новый. Дело в том, что реализация этого проекта, сам по себе проект, обошелся дороже на 1300%. То есть представьте, изначально проект оценивался примерно в 57 миллионов долларов, и конечная цифра, сколько он стоил в итоге вместе с эксплуатацией, совсем оказалось порядка 820 миллионов долларов. И на самом деле многие знаковые проекты, о которых мы все с вами слышим, они так или иначе идут с превышением бюджетов и с задержкой. Сюда же можно отнести пример с космическим телескопом «Хаббл», эксплуатация которого в год оказалась дороже на 500%, чем она изначально рассчитывалась. И сюда же, в принципе, можно совсем недавний пример привести эту Олимпиаду в Сочи, которая оказалась дороже всего лишь на 300%. И когда мы говорим о рекомендациях проектов, в первую очередь, конечно же, мы говорим о проектах цифровизации. И если мы рассмотрим цифровизацию как постоянный процесс измерения работы людей или оборудования с использованием технических средств для того, чтобы сделать этот процесс, процесс работы наблюдаемым, управляемым и предсказуемым. Почему именно так? Почему процесс измерения должен быть постоянным? Все дело в том, что все наши предприятия постоянно работают для того, чтобы получать прибыль. То есть бизнес-процессы, технологические процессы в большинстве своем идут без каких-либо значимых перерывов. И почему же используем технические средства? Ну, просто потому, что человек, существо ленивое, и стремится всю свою рутинную работу максимально переложить на других. И средства технической автоматизации, средства информатизации или цифровизации, если хотите, они, конечно же, подходят для этого как нельзя лучше. Почему процесс должен быть наблюдаемым? Что значит наблюдаемость? Наблюдаемость значит, что в любой момент времени мы можем посмотреть на тот процесс и четко понять его состояние. Работает или не работает оборудование? Простаивает ли оно? Если простаивает, то почему? Почему процесс должен быть управляемым? Управляемость значит, что если мы видим то, как в текущий момент идет наш технологический или бизнес-процесс, и мы знаем, как он должен идти в идеале, то мы можем, соответственно, сравнить два этих ведения процесса и посмотреть, какая же между ними разница, и что нам необходимо сделать для того, чтобы наш процесс был хотя бы близко похож на идеальный. Ну и, конечно же, предсказуемость. Имея некоторую наработанную базу, будь то архивы или систему аналитики, мы можем с определенной долей вероятности знать, как система поведет себя в будущем при таких же условиях. И здесь есть несколько важных тезисов, которыми должна отвечать любая система цифровизации. Ну, во-первых, эта система, конечно же, должна обеспечить заложенные функциональные требования. Когда мы говорим о крупном капитальном проекте цифровизации, мы понимаем, что у нас есть некоторые потребности, которые мы в дальнейшем высказываем в виде технических требований, функциональных требований или технических заданий. И, конечно же, мы ожидаем, что система будет отвечать этим требованиям. И здесь же очень второй, очень важный фактор — это способность расширять функционал и масштабировать его при различных условиях. Здесь я могу всегда привести пример с порталом Госуслуги, с которым большая часть людей, так или иначе, сталкивается. Я напомню, что изначально портал Госуслуги планировался как своего рода электронный документооборот между гражданами и государственными органами. И когда-то система создавалась, никто не мог даже представить, что в мире однажды настанет пандемия. И что в какой-то момент государству необходимо будет понимать, кто переболел массово, а кто, соответственно, вакцинировался, и отслеживать этих людей в той части, что давать внешним контрагентам возможность проверять, то есть валиден ли этот человек, валиден ли его QR-код и так далее. Речь здесь, конечно же, идет о введении QR-кодов, которые ввели достаточно за короткий промежуток времени в платформу цифровизации, которая изначально под это не была заточена. То есть это хороший пример расширения функциональных возможностей некой цифровой платформы. Ну и, конечно же, система наша может быть сколь угодно функциональна, она может включать кучу функций и бесконечно масштабироваться, но если она не работает нестабильно, то, скорее всего, мы не захотим этой системой пользоваться. Время наше больше в сутках не становится, и, конечно же, мы не готовы тратить это время на то, чтобы ожидать долгих реакций от системы, бороться с ее поломками и тому подобным вещами. Далее я постараюсь описать жизненный цикл проекта. Это, скажем так, общая некая мерка, то, как мы это видим на основе тех запросов, с которыми мы работаем. Повторюсь, это общая температура по палате. Возможно, у кого-то эти проекты идут быстрее, у кого-то дольше. Но здесь мы говорим по неких средних цифрах. В любом проекту предшествует до фазы его формализации, фазы написания технических заданий, где функциональные заказчики общаются друг с другом, выбирают технические требования, выбирают вендор или платформу, на котором они будут строить свою систему цифровизации. Ну и, конечно же, выбирают непосредственно исполнителя, либо со стороны внешних системных интеграторов, либо силами своих служб автоматизации, цифровизации и так далее. И здесь компания Клинкман готова познакомить вас с теми партнерами, которые уверенно знают наше решение. Мы сами готовы познакомить вас с нашими решениями. В общем-то, и предоставить вам список компаний с их компетенциями, чтобы вы всегда могли выбрать, с кем же вам в дальнейшем идти по пути цифровизации. Следующий временной слот, который существует в любом проекте, это фаза его разработки и внедрения. Фаза разработки и внедрения может длиться по-разному в зависимости от сложности системы. Какие-то системы внедряются быстро, например, за полгода, какие-то системы внедряются сильно дольше и постоянно живут, постоянно переделываются. Но в среднем для себя мы определили, что средняя цифра имплементации любой системы цифровизации это порядка полутора-двух лет. Ну и в конце этого фаза разработки наступает момент, когда разработчики считают, что они систему закончили, и далее пытаются сдать эту систему своим функциональным заказчикам. Это все различные приемно-заточные испытания и проведение опытно-промышленной эксплуатации, когда система проверяется на соответствие тому функционалу, который изначально от нее ожидался, и проверяется ее стабильность, доступность и тому подобные вопросы. Ну и далее система уже переходит в промышленную эксплуатацию. По разным компаниям, по разным системам она может длиться по-разному. Поэтому наиболее частый ответ на вопрос о жизненном цикле системы цифровизации, который я, например, слышу, это 7 лет. То есть у кого-то меньше, у кого-то 5 лет, у кого-то больше закладывают 10 лет, но повторюсь, что в среднем это где-то около 7 лет. И что важно отметить, что на протяжении этих 7 лет мы должны обеспечивать, чтобы система работала стабильно без поломок, и чтобы система должна быть готовым к тому, чтобы ее расширять или изменять. Ведь, согласитесь, за 7 лет может произойти очень многие изменения в конъюнктуре рынка, в бизнесе, и система должна уметь на это реагировать. И гарантирование стабильной работы, возможности расширения невозможно без поддержания актуальности версий как программного, так и аппаратного обеспечения, которые используются в данной системе цифровизации. Именно об этом мы с вами поговорим. Мы банально поговорим о важности поддержания актуальных версий, и в первую очередь начнем с точки зрения надежности. Первый фактор, который может здесь сказаться, это поломка аппаратного обеспечения, на котором работало железо. Не так давно все массово начали сталкиваться с проблемой, когда компьютеры с компортами стали выходить из строя, а купить такой компьютер на текущий момент сейчас практически невозможно, либо срокал поставки очень большой. Ну и второй момент, который здесь встречается, то, что он достаточно дорогой, потому что все, что редкое, все, как правило, дорогое. Второй фактор, который здесь подтверждает важность актуальной версии, это знакомство сотрудников со старыми версиями. Я здесь всегда привожу пример 75-летнего пенсионера из Соединенных Штатов Америки, который всю жизнь отлично работал, хорошо знает язык Кабол. На текущий момент язык Кабол мало где используется, и все современные программисты любят работать с такими языками, как C, C++, C Sharp или Python. Но есть одна важная вещь. На языке Кабол работает большая часть финансовых систем в Соединенных Штатах Америки. Не так давно я встретил статистику, что системы, написанные на Кабол, обеспечивают порядка 3 миллиардов транзакций, 3 миллиардов долларов в день, обрабатывают системы, написанные на языке Кабол. И эти системы, надо как-то уметь с ними работать, а современные программисты попросту не знают этот язык. Именно поэтому 75-летний пенсионер из США имеет свою компанию и достаточно успешен в части заработка, да, и в части популярности его услуг среди пользователей старых систем. И третий фактор — это, конечно же, недостаточная производительность. Я думаю, вы согласитесь со мной в том тезисе, что сейчас, в 2020 году, в 21-м прошивающем году, нам неудобно и попросту неприятно работать с системами, которые были созданы 10 лет назад. Они кажутся нам неудобными, старыми, медленными. Это возникает в сфере большого разрыва технологий и привычки нас к современным технологиям. Это наступает в сфере накопления различных программных ошибок, например, в базах данных, очень сильно этому подвержены. С точки зрения функционала, важность актуальных версий также подтверждается тремя фактами. В первую очередь, это несовместимые старых версии с новыми операционными системами, ну и отсюда же, на самом деле, невозможность расширения или подключения новых пользователей. Например, если сейчас вы используете InTouch 9.5, который отлично работает на Windows XP, и захотите поставить рабочее место ARM для второго оператора, то, скорее всего, сделать вы этого не сможете, просто потому, что вы не сможете найти компьютер, который будет работать под управлением Windows XP. А так как система официально снята с поддержкой Microsoft, вы не сможете сделать даунгрейд любой современной операционной системы до состояния Windows XP. И так или иначе, вам придется столкнуться с обновлением старого InTouch. Ну и, конечно же, несоответствие изменившимся бизнес-требованиям. Не так давно один из наших заказчиков попросил нас реализовать веб-доступ для высшего менеджмента к их системе. Но так как система была разработана 12 лет назад, в то время, когда еще никто даже не думал о доступе к промышленным системам через веб, то, конечно же, сделать это безопасно на текущий момент не представляется возможным. И все это вместе приводит к обновлению системы. С точки зрения кибербезопасности, конечно же, киберугрозы — это одни из самых прогрессивных направлений в сфере IT. И сфера защиты от киберугроз, она играет в роли догоняющего. То есть мы всегда защищаемся от новых угроз. Поэтому мы часто с вами видим постоянно обновляющиеся базы антивирусов. Мы видим постоянное обновление от компании Microsoft по поддержке их операционных систем в части заплаток от киберугроз, кибератак. И, конечно же, старые версии не учитывают те изменения, которые происходят за их промежуточный, за их время жизни. То есть приходится, в любом случае, их обновлять. И здесь самый яркий пример — это совсем недавняя майская атака на трубопровод Colonial Pipeline, который привел к пятидневному простою трубопроводов для нефтепродуктов длиной более 8 тысяч километров. Ну и, соответственно, закончится все выплатой выкупа от атакующих хакеров в порядке 75 биткоинов. На тот момент это было что-то около 4,5 миллионов долларов США. Какие последствия несут нам неактуальные версии? Ну, в первую очередь, конечно же, это большая вероятность частых и длительных простоев с достаточно длительным временем решения этих простоев. Потому что, повторюсь, старые компьютеры, допустим, с компортом сейчас купить сложно, купить Windows XP или установить его откуда-то тоже сложно. Это все требует времени, это все требует дополнительных затрат. Также это все выражается в повышении совокупной стоимости владения. Любое аппаратное или программное средство старых поколений будет по умолчанию дороже, чем его аналог нового поколения. Это касается контрольной части, серверной части, а также это касается и программных продуктов. Ну и, конечно же, потенциальная угроза потери прибыли ввиду невозможности внедрять новый функционал. То есть, по сути, это отсутствие возможности внедрить дополнительные конкурентные преимущества для производящих компаний. Возвращаясь к жительному циклу проекта, хотел бы упомянуть о жизненном цикле продуктов, правильных продуктов компании Aviva. Напомню, что он делится на три фазы. И первая фаза — это фаза основной поддержки, которая длится первые три года. Так называемый MainStream Support. Именно в эту фазу программное обеспечение тестируется на абсолютно все обновления операционных систем, все обновления в сфере безопасности. Система получает сервис-паки, патчи. И, соответственно, вендор реагирует на запрос от пользователей в части расширения или улучшения функционала. Следующая фаза называется продленная поддержка или Extended Support, в рамках которой вендор тестирует только критические обновления, связанные с безопасностью. То есть яркий пример был в 2018 году тестирование обновлений, связанных с закрытием уязвимостей Spectre и Meltdown. Ну и, наконец, после пяти лет жизненного цикла продукт с точки зрения компании Aviva переходит в устаревающие версии, это называемый Major Support или общая поддержка, где вендор оказывает только ограниченную техническую поддержку и не тестирует на современное обновление операционных систем, на обновление антивирусов. И в случае возникновения таких запросов вендоры дают рекомендации обновлять систему. Так вот, если мы это время жизни продуктов Aviva наложим на жизненный цикл проектов, мы увидим с вами следующую картину. Вариант первый — та ситуация, когда мы в начале разработки выбрали с вами версию и живем с ней всю жизнь нашей системы цифровизации. Мы видим, что с учетом жизненного цикла в три и дополнительно два года в части промышленной эксплуатации попадает достаточно маленький кремль. То есть, грубо говоря, в фазе промышленной эксплуатации система будет от одного до трех лет оставаться актуальной. Есть второй вариант подхода — это переход на новую версию, на актуальную версию на момент окончания общей разработки и перевода в общую промышленную эксплуатацию. Такой подход дает нам небольшой выигрыш в виде года или полутора лет. То есть, по сути, выигрыш в актуальности версии составляет время разработки системы. И здесь важно, что, как мы видим, либо на первом, либо на третьем году возникает предупреждение о том, что именно в переходе между Mainstream и Extended Support нам стоит задуматься об обновлении, а при окончании Extended Support наступает уже критическое время, когда обновление программных продуктов необходимо для того, чтобы оставаться актуальными с точки зрения кибербезопасности, с точки зрения надежности и гарантирования расширения функционала. Какие же вопросы, что же нас пугает перед тем, как мы начнем обновляться? Ну, в первую очередь, конечно же, это расходы. Это расходы как на лицензионную базу, так и расходы на инжиниринг по обновлению. Второй вопрос — это остановка системы или ее простой. И особенно это критично для тех систем, которые напрямую управляют технологическим процессом. Понятное дело, что в многих компаниях, особенно в сложных технических процессах, в том числе и в инфраструктурных процессах, простой системы может быть дорогим. Например, если отказывает система управления крупным зданием, то тогда необходимо совершать обходы по оборудованию, что вытекает в дополнительные расходы на выход сотрудников, дополнительные смены. В общем-то, то есть простой BMS-систем, он тоже на самом деле несет финансовые потери. Ну и, конечно же, третий вопрос, который есть абсолютно всегда, это неизвестность на новой версии. Ни один разработчик не до конца мне скажет точно, что система на новой версии будет работать так же, как на старой. И это связано с тем, что меняется окружающая обстановка, меняется фреймворк, который используется для разработки новых систем, меняются подходы программирования, библиотеки. Все это вкупе, конечно, дает множество подобных камней, и гарантировать аналогичную работу на новой версии ее довольно сложно. С чем же мы здесь можем помочь, и какие же мы оптимальные выходы из этого видим? Ну, в первую очередь, это, конечно же, использование обновлений нашего ПО. Обновление может проводиться тремя путями, либо единоразовым, либо в случае использования пакета Customer First или покупки ПО по подписке. Версионное обновление по текущей коммерческой политике составляет 50% от стоимости новой версии. То есть, если ваша система ранее стоила, если вы покупаете с нуля, она будет стоить 100 тысяч долларов, то обновление на эту систему будет стоить 50 тысяч долларов. Ну, в общем-то, это отражается и в коммерческой политике, и это разведенное обновление. То есть, когда вы пришли к пониманию, что необходимо обновиться, вы можете пойти по пути версионного обновления. Второй путь — это путь Customer First. Напомню, что Customer First — это наш пакет технической поддержки, но помимо технической поддержки от вендора, в него входит также возможность бесплатного обновления на текущую версию, в рамках действия договора Customer First. Ну и дополнительно действующий Customer First дает небольшую скидку в части функционального обновления, то есть при расширении системы. И третий путь, который здесь может быть, это покупка лицензии по подписке, по программе Flex, либо по классической подписке. Любая программа подписки, включая в себя пакет Customer First, а значит, для него действуют все те же самые тезисы, которые я говорил абзацем выше. То есть, это возможность получать себе бесплатные обновления в рамках действия договора о подписке на ПО. По сути, это аренда актуальной версии правильного обеспечения. Ну и также подписка, как правило, более гибкая в части масштабирования системы, а программа Flex дает возможность использовать безлимитные системы по количеству тегов, либо по количеству пользователей. Важно отметить, что разовое версионное обновление, ну, версионное обновление за 50% от стоимости, это история про капитальные затраты в большей части. Соответственно, оставшиеся две программы, это больше оперативные затраты. В части процесса обновления, да, как мы рекомендуем минимизировать время простой системы. Ну, в первую очередь, конечно же, это создание тестовой или теневой системы. И важно, чтобы эта система повторяла функционал, вот той системы, которую мы обновляем. Она может не повторять объем этой системы. Нам не обязательно для того, чтобы понимать, как система будет работать в новой версии, воспроизводить все, допустим, миллион точек нашей BMS-системы. Нам достаточно воспроизвести все функциональные модули и отработать по методике испытания типовые задачи, с которыми сталкиваются пользователи по работе с этими системами. Второй момент — это проработка плана безостановочной миграции. Здесь мы готовы помочь, готовы предоставить этот план, помочь вам его разработать. Все по компании AVEA имеет планы по миграции. Есть несколько общих правил, как обеспечить безостановочную или минимальную простой при обновлении. Ну и, конечно же, надо понимать, что безостановочная миграция возможна только в резервированных системах, то есть там, где есть система горячего резерва либо теплого резерва. И третий момент, который я здесь обязательно хотел бы упомянуть, это последовательное обновление без перескоков версий. Здесь речь идет о том, что обновиться с версии 20.17 на версию 20.20 гораздо проще, чем обновиться с версии 20.12 на версию 20.20. Почему? Потому что между этими версиями прошло 8 лет и был значительный уже разрыв в используемых технологиях, в используемых программных библиотеках, в используемых технологиях, от которых мы зависим. Преимущественно, это технологии компании Microsoft. Я приведу здесь пример с продуктом, который, может быть, кому-то был знаком. Это продукт Wonderway Information Server, который существовал в версии 20.14.2, а после пропал. И вы наверняка спросите у нас, почему же пропал такой хороший продукт. Все очень просто. Дело в том, что Microsoft прекратила поддержку технологии Silverlight, на которой базировался этот продукт. А мы, как пользователи этой технологии, были вынуждены искать другие решения, такие как облачные решения, Insight, Aviva Web, Hitoring Web Client или InTouch Web. Здесь я хотел бы привести пример простоя. Возвращаясь к истории про Colonial Pipeline, напомню, что остановка трубопровода была на 5 дней и закончилась выплатой выкупов в 4,5 миллиона долларов на тот момент. Если мы говорим о стоимости простоя, то в среднем через трубопровод проходит порядка 2 миллионов баррелей в сутки. Вы просто вдумайтесь, это огромная цифра. Это примерно 84 миллиона галлонов, в среднем по 1 доллару за галлон. То есть, если мы очень сильно это обобщим, то один день простой этого трубопровода полностью равен порядка 84 миллионов долларов в сутки. Причина почему-то случилась, как произошла атака. Здесь на самом деле дело в том, что система управления этим трубопроводом была построена в то время, когда глобальные системы диспетчеризации чего-либо промышленной, они только зарождались. И они совершили одну очень важную ошибку, которая на текущий момент кажется банальной. Была объединена административная сеть и сеть технологического оборудования, сеть исполнительных механизмов. Тем самым сначала ломанули наиболее слабо защищенную местодат административной сеть и почту сотрудников. Мы в дальнейшем получили доступ уже к непосредственно технологическому оборудованию. Если мы пофантазируем и представим, чтобы эта система работала на базе нашего ПО, то мы можем представить, что это достаточно крупная система и диспетчеризировалась порядка 500 тысяч точек ИО. Стоимость лицензионной базы такого обновления будет около 412 тысяч долларов, а стоимость инжиниринга при средней ставке консалтинга в США в 400 долларов обошлась бы примерно 128 тысяч долларов. То есть в итоге мы получаем, что очень грубые расчеты, минимальная цифра обновления была бы 540 тысяч долларов, против, напомню, 4,5 миллионов выкупа, которые заплатила компания Colonial Pipeline. Какие же плюсы, кто и какие плюсы получит того, что мы будем с вами поддерживать актуальные версии программных продуктов? Ну, высший менеджмент в первую очередь получает гарантированный доступ с любого удобного места к тем данным, критическим данным о работе своих предприятий. Ну и также генеральный директор получит постоянную готовность системы соответствовать бизнес-требованиям и меняющейся ситуации вокруг. То есть система будет всегда готова расшириться функционально. Директора по IT или директора по IT-безопасности. Поддержка актуальных версий решает, в первую очередь, их головную боль с совместимостью с актуальными версиями операционных систем и с обновлениями, которые пускает компания Microsoft в части как функционала, так и безопасности своей системы. Ну и, конечно же, это использование всех современных технологий шифрования. Тоже здесь можно привести пример, что начиная с версии 20.17 мы стали использовать технологии шифрования внутреннего трафика системной платформы. Соответственно, теперь все наши системы, когда общаются один сервер с другим, используют шифрование на основе сертификатов и делают общение серверов более безопасным. Директора по производству. В первую очередь, они получают гарантию работы, стабильной работы своей системы и минимизацию простоев системы информатизации. В первую очередь, конечно, это касается систем управления каким-либо технологическим процессом. Ну и вторая вгода, которую они получают от поддержания версии, актуальности версии правильного обеспечения, это более широкий рынок специалистов, который готов прийти к ним. Ну, как сравнительно молодой человек, я могу сказать, что я бы не пошел к работодателю, который использует системы 15-летней давности, просто потому что я их знаю и у меня мало инструментов, чтобы их изучить. Ну и части финансовых институтов, да, то есть части директоров по финансам, в первую очередь, это снижение совокупной стоимости владения таких систем, вызвано тем, что и лицензии дешевле, и аппаратное обеспечение дешевле. Ну, опять же, специалисты, которые готовы работать на актуальных системах, они, как правило, дешевле, чем более опытные инженеры, которые работают, скажем, имеют опыт работы 20 лет. Ну и, конечно же, это снижение капитальных затрат в случаях, если мы обновление ПЛО выводим либо на пакет Customer First, либо на подписку Flex или классические программы подписки. На этом, коллеги, у меня все. Спасибо, что выслушали. Я готов послушать ваши вопросы, готов ответить на эти вопросы. Пожалуйста, приходите, общайтесь. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Коллеги, и к предыдущей презентации Михаила Хочу добавить, что всегда помните о всем известном треугольнике «Быстро, дешево и качественно». Обращайтесь за помощью в Клинкман. Мы всегда готовы вам помочь в части технической поддержки, консалтинга, обучения, привлечения наших партнеров, которые компетентны в данной вашей отрасли. О следующем... Не забываем оценивать Михаила. У вас сейчас режиссер выведет на экран оценки, варианты оценок Михаила. О следующем... Хочу представить следующий наш доклад. Это компания «ЛИС инженерные решения» расскажет о их внедрении в БМС-системе в Лахта-центре, которое началось несколько лет назад. Сейчас до сих пор продолжается. Система постоянно развивается. К сожалению, генеральный директор не смог присутствовать онлайн лично. У нас и будет его выступление в записи. И после этого подключатся коллеги, которые непосредственно своими руками делали этот проект. Они ответят на все вопросы, которые будут в чате. Не забываем, пожалуйста, задавать вопросы в чате. Это уникальная возможность получить ответ от нас, наших специалистов, наших партнеров, компетентных в данной области. Продолжение следует...